Субтитры делал DimaTorzok Я думаю, что это даже лучше, если кс-покапов будет больше, например, почему? Потому что последний очень неплохо прошел, и я бы хотел побольше топовых корейцев с некорейцами на таких турнирах. Ну, посмотрим, что будет в итоге. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все, пошел инвайт, ребят. Все, короче, отвлекаться не будем лишний раз. Продолжение следует... 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 Так, всё, появилось. Так, кербалуют. Алимулигу? Нет, я не показываю. Почему? Потому что у меня нет доступа в игру. А сейчас, в принципе, есть... А сейчас турниры, где... Два турнира, где у меня есть доступ в игру, они одновременно идут, к сожалению. Либо они лучше не одновременно, было бы покруче, конечно. Но тут ничего не поделаешь, ребят. Так, какой чат там у тебя пищит? В чате звук отруби просто и всё. В настройках. И ничего пищать. Так, что такое, не понял. Микрофон, что ли, маркнул? И она... Звук будет, вы как бы пишите, если не будет сейчас. Через две минутки. Так, Тудминг против Сторку у нас бьётся, ребят. Приходит адепт от Сторка. Билд был в гейт Гас Нексу, судя по всему. Здесь адептик, судя по всему, на мейн пытался зайти. Так, два гейта пилон. Стенку Сторк здесь закрывает. Парабам 33-35. Парабам у Сторка всё замечательно. Залетает овер, Оракула спалил. Вот. Полетел Оракул в пи... Так, мне надо переименовать в стрим. Я что-то думаю, что-то я забыл. Я забыл переименовать вообще стрим. Оракул прилетел. Ничего фактически Оракулом Сторк не сделал. Сейчас ещё Твич переименуем быстренько, и всё. Так, ну я надеюсь, что двух есть. Всё окей. Я думаю, никуда он не должен был деться. 55-45 парабам в пользу Зерга. Коготь Беллинг Несс делается. Здесь Торк стенку это делает. Так, попёрли иллюзии. Сверху откуда-то патрончик даже прилетел на адепта. Ну Сторк зашёл пятью адептами. Проблема в чём? В том, что они без глефов. Минус адепт, не знаю, как Ошабанов там чё будет развиваться. Посмотрим. В Корее, я думаю, много кипиша без повода. Ну, жаль, конечно, про Лигу. Но всегда что-то появляется, что-то исчезает. Это нормальное абсолютно явление. Так, здесь Сторк дрона минуснул. Но в это время адепты в Лиге пытаются подгрызть. Одного точно подгрызут. Ни одного не подгрызли. Чудом ушли. Три хп осталось. Так. Два гейта Сторк делают. Пилончик. Ну, просто не знаю, что, например, какой-нибудь Сторк вот, например, будет делать. Вот сейчас он играет пока турнир, да? А вот так-то он тренер Самсунга, например, да? Хрен знает, что ему делать. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Так, бейлинги идут вперёд. У Сторка достаточно филдов абсолютно здесь. Бейлинги пытаются пройти. Ну, а Рак улыбжает как надо просто сейчас. Уверчаж бы выставить не помешало бы. Сторк выставляю уверчаж. Уверчаж попёр. Провал здесь с этими бейнами. Адепты в контратаку приходят. Сторк уже больше рабочих, чем Судминга намного. Может быть, Сторк вернётся вообще, биться будет. Старкрафт, не знаю. Правда, какой он будет биться вопрос. Хороший. Семь дронов минус. Может, первый пойдёт. Тут какие-то стенка аж двойная получается. Так, штурм-чаш пошёл сейчас. Ну, на самом деле, просто по корейской сцене до этого Близзард удар нанёс, как бы... То, что не пускают, да, корейцев на все турниры. Ну, вот Близзарду надо просто было раньше задумываться о спонсировании каких-нибудь Team Chaos'ов в Европе, как бы, да, там, развитие или путь пролигу европейскую запилить бы, да, чтобы командам был резон, да, и поддерживать, куда игроков поддерживать. А они, видите, как бы в Европейске уже не упал, они вот так делали. Чё поделаешь? Ну, посмотрим, чё будет. Посмотрим. Так. Шторм доделывается. 140 на 118 минус стенки этой. Как её прикрывать, непонятно. Так, пошёл шторм, один шторм к штормам отогнал лингов. Плюс два трилончика пошло. Китайских турниров очень много, может, тут китайские команды пойдёт, может, ещё куда-то. Кстати, смотрите, Шторм застроил так, что он сюда даже пробку, чтобы его новый поставить, вывести не может. Это проблема, серьёзно. И ещё Шторм. От Шторка, от, блин, корейца, от процессов первого Старкрафта. Я такого не ожидал. Он играет просто без грейдов. Он только сейчас две фаржи добавляет, но это слишком поздно. Здесь уже второй холд, блин. Скорг, ты чё творишь? Зато полимит преимущество хорошее. Так, идёт к силу магии. Шторг несколько лингов принял. Здесь попытка контур-урыва опять идёт на вот эту вот базу. Здесь мазер-кор висит. Надеюсь, можно уже вот сюда пробегать будет зергу, если он захочет прям атаковать. Вот. Здесь мазер-кор висит. 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 Ну, везде, в общем-то, Зерк отбивается Зелки вообще с нулём Ну, хотя бы одна атака должна была быть Но здесь зато шторм чётко заходит 4-5 архонов здесь Есть Симорфл, есть шторм Штаб поштормить можно роучить Там не слабо, на самом деле Зелки пошли, вот зелки ни в коем случае туда идти не должны были Почему? Потому что они должны были танковать Перед архонами, иначе, блин, спорки О, эти плётки, их разваливают очень жёстко Но, тем не менее, даже при таком раскладе Сторгу хватает, здесь, ты же, забегание Вот, которое я пропустил, что нас в роботу Но, это гг В ремейк БВ HD веришь? Ну, если выйдет, если будут люди играть Корейцы, буду так же Рестримить корейские турниры, например, какие-то Но нужно делать для молодых игроков Поддерживать молодых игроков Во втором Старкрафте, а не для старых Корейских задротов, которым делать нечего Делать там, ну, всякие ремейки БВ И так далее, БВ это всё уже в прошлый век Вот Не О, да, будут играть Но, как бы, он не будет популярнее Скорее всего Уже Хотя, я могу быть неправ, посмотрим Так, так что, вот как-то так Ну, а так, я думаю, это всё фигня Я вообще помню Про Лига, как бы Про Лига, турнир, да Какого, турнир Турнир, в принципе, у него пофиг Жалко, что, да, вот Типа, у людей Команд не будет у многих Вот это другой момент Немножечко О, да, вот А, да, вот О, да, вот Продолжение следует... 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 Так, ну утром Да я не то, что я супер какой-то деловой Ну, ну, все-таки нужно Помочь и Даша там Машу забрать, потому что мама моя Еще с полдня может сейчас отпроситься Сработать, а вы с Машей посидеть Ну, надеюсь, за эту неделю Маша привыкнет Со следующей попробуем ее на полный день Там оставлять, как бы Вот Такие дела, короче, 56-47 Тодминг, в общем-то, съехал С своего Боллингбаста, у него второй куголь Тут вторая атака у Сторка уже Небольшое затище Ну, что могу сказать Потерял Зерк больше, чем Убил Просу, но он убил экономики Зато достаточно много Сторка Ленги здесь пытаются уйти Не так просто сделать, накидывается на Сентрюс Сентрюс с хорошим количеством энергии Подгрыз Тодминг Но Сторка еще много лингов принял На халяву Здесь три овера летит Это будет какой-то гигантский дроб Только линги, интересно, дробь-тусы будут Или еще и Беллинги Не знаю, ребят, пока дробь не полетела Я сейчас быстро окно открою Тут что-то душновато Встало И надену свою истребительную кофту Которая мне чуть маловато оказалась Я здесь Все не менее Мне она нравится Что? Потому что XL почему-то какой-то китайский оказался Так, здесь залетает Вот, смотрите, дробь лингов на мейн Линги начинают выгрызать Очень неплохой дробь-то проходит, я бы сказал Четыре зелка наварпилось Сейчас нужно сгрызть пилон на фарже Тогда и фаржа отключится И дерьги-пять отключится Часть лингов зелков уничтожают Здесь Сторк просто юнита поставляет Что там напрягать пытался Тоддминг Плюс два в итоге не делается Семь рабов еще Тоддминг Сторку убил И у Сторка Так себе я бы сказал ситуация Так, 846 У меня, кстати, пингует Тыща! Куда опять? Что начинается? Это дерьмо опять начинается Азиатская Азиатская хреньюма с Азии Нет, я не из Москвы Я как-то тем увлажнителей Пару лет назад тоже хотели купить Так и не купили в итоге Смотрел-смотрел их Там миллионы всяких Какого-нибудь эксперта Вы по этому бы найти По всему делу Но он не знаю Пока что не встречал здесь у нас Хотя у нас всякие бывают товарищи Так, уверчаж выставлен Из-под уверчажа Надо уйти Ну что ж ты делаешь Тоддминг гец Тоддминг гец Сторк заходит на вторую Здесь Бэйнами пытается Тоддминг отбиться Бэйнами не отбиться Так, размен пошел Тоддминг всеми в размен Сейчас юнитами, которыми только может идёт Нужно зайти сюда Минеральную линию Здесь Бэйлинги, Линги, Плётки на четвёртую Но где-то-то надо выжать ему Тоддмингу я имею в виду Так, здесь вместо того, что пилоны грызть Грызёт газ Непонятно Тоддминг зачем Здесь пилоны сгрызает В лимиту в плюсе Здесь всё падает просто гигантскими темпами Два кукти есть То есть Тоддминг очень-очень быстро всё грызёт Если это факт, что он быстро грызёт Посмотрите, как здания падают Сторк видит Тоддминга в центре Здесь ещё мосплётки пошли Бэйлинги тоже есть Но здесь пилдов много Бэйлинги будут неэффективны Бэйлингов нужно дропать на голову Сторку, а Бэйлинги... Так, не дропнуть Бэйлинги врываются прямо в центре И туда пилды пошли Хорошо Тоддминг очень хорошо ворвался Время протянет очень грамотно Иди ты... А, Лингов возвращает назад Да нахрен грызь бы уже во... В размен надо идти Тоддмингу, как мне кажется Здесь много... Хотя здесь плёток много С другой стороны можно прикрыть Но без плёток дерётся сейчас просто Тоддминг Что ж ты творишь-то? Ну архоны падают Сталкеры тоже упадут Тоддминг отбивается А здесь бревает Короче, царь вообще 2-1 Тоддминг против Торка неожиданно Спасибо за вас Я так понимаю, это надо... Тоддминг отбивается Тоддминг отбивается Тоддминг отбивается Спасибо, пацаны Всем, короче Какой телефон хочу? Ну будем считать, что это 250 сюда, короче, отношу Я никакой конкретно не хочу Я просто хочу к новой Но я думаю, что Китай Китай какой-нибудь К Xiaomi просто нахрен Потому что это по параметру цена-качество Самое нормальное Мне не нужны телефоны Как бы никакие там фотоаппараты В них ничего там не нужно И понтов мне лишних тоже не нужно, короче Ну вот Такие дела Такие дела Что еще за фонтанчик себе поставь Кого фонтанчик? Фонтанчики, а? В ванне в туалете пускают Там вниз такие, знаешь, желтые в туалете бывают А в ванной как в этом Где Шурик-то этого перевоспитывал Ну что, студминг прям удивляет Молодец Так что вот так вот, ребят Спасибо всем большое за поддержку Короче, еще раз Пока что вот если, да Если Ну Как в рейтинге, например Который будет в ноябре Был бы я, то я третье место Занимаю Но по аудитория мне хорошо Дает, конечно, премиумы вашей Ну вот это все очень хорошо Потому что по поддержке Вообще, ну Тут как бы люди Ну впереди Миша Там и Фомби какой-то Я не знаю, какой-то такой Вот Ну что там с чем-то зрителей Там Дверь, сто пять шесть Средний И просто что-то денег немерено Как-то Не знаю, каким образом Это получается Но Как-то так Ну посмотрим, что в ноябре будет Вот Так Брусья Так Брусья Нет, конечно, не дома На улице, конечно Какой дома На улице И кайфовый Ну тут у нас есть У двора Сто идем Но дворы у нас, конечно, на ваще По сравнению с Москвой Какой-нибудь Или, ну, городом Где что-то вот реально делается Как бы у нас вообще Здесь гуш есть Ну гуш это Техник Как бы там всякие Ну Девчонок много учится Там Ну там Шить Наверное тут от славянки От фабрики Как бы такое у нас тут есть Фабрика одежды Вот А, тут взялся Xiaomi Redmi Note 3 Ну я не знаю Еще пока нету Там Вон Что, 650 рублей Только именно на эти цели Прислали Поэтому о чем говорить С этим спешить я не буду Вот На улице брусья Короче, тут брусья старые Там около этого пужа Они узкие были Блин Там снизу были закреплены Такими приваренными Как бы на косую штучками Для фиксации По дорогу делали Чертого строителя Оторвали одну Она теперь так вот ходит Как бы Вот И на них тяжело Кстати делать Из-за того Что она Автоматом Под моей массой Расширяется Как бы эти брусья Вот Также там лестница Такая Которая лет 40 Уже наверное Если не больше Ржавая Где подтягиваются Ну или хожу На стадион туда подальше Там турник тяжелее Подтягиваются Классические Чем вот на этих Лестнице Зато брусья легче Гораздо хват Более широкий Как бы не шатается Ничего Вот Так Рейтинг ГГ А что он Скидывал Рейтинг По-моему Не Не знаю Видно или нет Не всем видно У канала Своего нету Как бы Кто не стримил Я так понимаю Он не видит Но Вот Как-то так Причем Популярнее Это там Людей Вообще Нету Как бы Зрителей Просто С такого Количества С такого Количества Зрителей Ну Не знаю Ну Кому-то Нравится Просто Ну У некоторых Там Стримеров Есть Я как бы Не считаю себя Классическим Стримером Я все-таки Больше Комментатор Вот Отчасти Ну и стример Тоже Просто у некоторых Есть там Всякие темы Там Типа За 500 рублей Я спляшу Там За 1000 Я Еще что-нибудь Сделаю Там Короче Я такого Не приемлю В принципе Посмотрим Я просто буду стримить Много В ноябре Есть пару Идей Что там Постримить Такого Необычного Турниров И так Там Много Будет Ну а Там Сделать За вами Посмотрим Что Будет Главная Систему Чтоб Нормальную Сделали Подсчет Потому что Это Вроде Как Не Окончательно Но На самом Деле По Этой Системе Все Будет Решать Просто Донат Я так Понимаю Многие Будут Заливать Барки Какие-нибудь Слева Карты Чтобы Будут Все На Аккаунт Чтобы И Вот Такие Вот Дела Премиум Всеми Делами Так Рейтинг Кто Только Стримил Там Видимо Короче Доступен Тому Я Могу Вам Сам Сейчас Я вам Покажу На стриме Сейчас Матч Кончится Я вам Покажу Что Происходит Давайте По Игре Уже Флужу Флужу А Толку Так Нету Так Глефов Нету Тут У Сторка Резонирующих Он Идет Вперед Куда Адептиками Своими Здесь 5 штук Всего Телепортируется Будет Видимо Врыв Ну а Как Он Собирается Прикрывать Причем При всем При этом У него Не Оракулы В миксе В миксе С адептами У него Фениксы С адепты Заходят Но он Две пробки Забрал На халяву Просто Уходит Здесь Зерк Как-то Медленно Очень Реагировал Зерк Вообще Мог Не отпустить По-моему Этих Адептов В легкую Причем Сторк До сих пор Самое интересное Не делает Глефа Резонирующие Это Очень Странно Как мне кажется С его стороны Как просто Он собирается С такими Адептами Драться Глефа Это просто Супер Грейд Для них Это Они дают Глефу Больше Эффективности Чем Адреналин Лингом Я понял Что они Работают Комментатор Нагана Дебра Пиратик Но не Не такого Говно Конечно А Нормальный Комментатор Долаз 989 Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей И сообщает Хер с ним С рейтингом Комментатор Ты точно Лучший Спасибо На добром Слове Долаз 989 Кстати Кстати Я сейчас Про Фомби Отискал Про Сталкера Что он Стримит Я не видел Что там Он Стримит И вспомнил Что мне тут Сосед Мужик Короче Такой Ну Он Не знаю Ну Как бы Его Дочки Там Может Уже Лет 20 Чем То Просил Меня Ну Знают Что я Тут С Играми Связан Как бы Просил Меня Найти Если Есть Возможность Где-нибудь Он Тоже Сталкера Там Издавно Любит Как бы Версию Какую Неломанную Где Можно Сначала Проходить А то Он Говорит Я Качаю А там У меня Уже Оружие Все Типа Есть Вот Хочется Сначала Вот Может Кто-то Шарит Может Мне Кто-то Скинет Ссылку Где Это Может Действительно Сделать Потому Что Я Вообще Не Шарю Что Это И Как Вообще Или У кого Спросить Может Надо Будет Потом У кого Спросить Три Я Уж Забыл Совсем У меня Из Так Двумя Архонами Сторг Сейчас Будет Харасить Посмотрите На Лимиты По Лимитам Полная Печаль Вообще У Сторга Он Потерял Сейчас На Сам Дело Достаточно Много Юнитов И Долго Очень На Третий Нексус Выходил В итоге По Лимиту Тут У Зерга Все Вообще Замечательно Влетит Сторг Привет Дрону Передает Можно Даже Хату Отменить Только Только Заказан Здесь Идет Пуш От Зерга Хорошо Тут Архона Королеву Поджали Ей Было Просто Не Выти В Тухую Роуч Ворон Будет Уничтожен Ну Роуч Отменен А Вон Илюха Скинул Скриншот Этого Рейтинга Спасибо Илюх Так Сейчас Роуч Ворон Будет Сменен То есть Просто Не сможет Сейчас Зерга Подстраивать Некоторое Время Боевых Единиц Больше Так Эволюшн Пытается Выбить Здесь Две Секунды Не Эволюшн Точно Не Успеет Сторг Выбить Так Прибегают Чулинги Делка Подгрызают Архонов Сторг Забирают Возят Здесь Делки Бесчин Просто Рабочих Валят Направо И налево Двери Просто Двери Пять Дронов Уничтожено Так Идет Вперед У нас Сторг 124 155 Двухбазовый Прессинг Между прочим Какой Здесь Намечается И Мортал Правда Один Всего В миксе Что Здесь Гидра Роуч Реведжер С одной Стороны И наломиться Сюда Тяжело Очень Сторгу А с другой И Терпеть Какое-то Время Ему Тоже Не Вариант Здесь Потому Что Усиливается И уресиливается Зерк Вообще С каждой Секундой Вот Пару Реведжеров Забрал Вообще Без Потер Вот Это Хорошо Спасибо Тебе Баберыч За информацию Буду Знать Буду Знать Все Оригинальные В стиме Но Они Сколько То Денег Я Так Понимаю Там Достоят Просто Одну Там Адекватную Или Какие-то Большие Деньги Просто Ну Человека Наверное Лишних То Особо Нету Там Ну Я Ему Тоже Покупать Не Буду Естественно Так Ну Если Сильно Хочет То Сыграет Че Так Перевел Сторк Рабочих Сейчас Не слабо Мейн Кончился Тут Минг Пытается Идти Опять же Вперед Если Зерк Войд Влюру То Все Сторк Конечно Не жить Ой 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 А это Что А Ничего Штурмовички У Сторка Еще Не понял Кого-то Он Там Фитбэчит Королеву Фитбэч Ладно Как же Сумбурно Сторк Ну Отойди Ты Гидра Стреляет И стреляет Это Вареная Блин Куда-то Лезет Он В этот Узкий Проход Архон Издувается Зелки Издуваются И все равно Сюда На пол И так Сильный Остается Достаточно Но В основном Китайцы Китайцы Я надеюсь Сторк Из лозеров Не откажется Играть Тем более Теперь он Более Не тренер Самсунга Самсунг Никак Ему Не сдержаться Здесь Не удержать Точнее Оборону Потерям Больше У него Короче Косячно Бился Косячно Сторк Бился Спасибо За инфу Простим Может У кого-то Есть Какой Помню Акцент Сегодня Я Китай С Немного Куртка Бери 500 500 Рублей 600 Не 500 Вспомнил Мне кто-то Рассказывал Но это Вьетнамцы У нас На рынке Наши Дуру Отморозки Какие-то Ходили Угорать Там На рынке Типа Куртка 500 Он знает Только Что 500 Они 600 700 Он Не Песок Песок Все Больше Не Надо Сипа Но Это Глупость Тоже Все Конечно Ждем Продолжение В общем Ребят 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, где качать-то здесь я что-то не вкуриваю... Продолжение следует... 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 Так, кстати... Продолжение следует... 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 какие-то моды всякая шляпа короче уже сразу с автоматом ты бежишь а да не на улице солнечно наоборот сырости у нас тоже сейчас немного просто душно когда-то как-то так но режим управляется все раньше и раньше встаю вчера в 10 синюр в день стал по вестер юниону не знаю а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все отыграли DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Вот С PayPal Там тоже какая-то сумма там есть Аппетит приходит во время D Ну да, ну да Не, ну у тебя вообще как бы нормально Просто вот в тех В тех У тебя пиратик 85 дошло Потому что я говорю с карты 6% Плюс 10 Ну как бы 6 видимо до 5 Как-то там округляется Не знаю Вот такие вот дела Плюс некоторых там Есть просто сотки Я иногда смотрю Со 100 рублей 77 приходят Как бы Ну это же вообще перебор Короче, кто-то там Кто-то там бордеет, короче Очередной жидорестиловый Так Так Шесть дронов Шесть дронов Минус сейчас Так, Кост Нет, это естественно не последнее Не, БО-5 на сегодня Это не последнее тоже Сейчас БО-5 Это кончится Потом мы пойдем на Вайпинг Там явно что-то успеем посмотреть Хотя бы 1, БО-3 там В группе А потом В 18.00 Ну возможно Пораньше даже Начнется Как бы Вот Будет А не, пораньше не начнется Я просто топать не буду Я как бы буду Стримить Естественно Подряд Там Стримить Там Но 5, кстати Не так уж и много Ну Нужно ли Без глефов Сюда вообще заходить Потому что здесь Спорка есть Вот И с подспоркой драться Сейчас Оракулы особо-то Адептам здесь не помогут Ничем Я вам скажу честно Приходят адепты Начинается бойня Адептами надо из подспорки выйти Все абсолютно верно Делает Сейчас Сан Кстати, очень Что-то Что-то умеешь Могешь Столько Оракулов Потерял И ревелейшн кинул Энергии не осталось Ну, нормально Тут Сан подрался Я скажу Три дрона Убил Одного всего адепта Потерял Еще лингов много развалил Одного адепта Оракулы Оракулы Можно тоже было не терять Он очень мобильный Можно было отлететь Здесь второй робот добавляет В третьих Раскачивает Сумбурная здесь застройка Я бы сказал Даже нагромождение зданий Друг на друга Просто идет И Смотрите Пароход на базу Только вот здесь Вот это косяк На самом деле Сразу по 10 тысяч кидайте Ну, конечно Лорден Кинг Это абсолютно Вообще нормально Ну, лучше пока Кто хочет Как бы так сделать Лучше на ноябрь Да? Если нет Еще и на ноябрь Как бы, да? Лучше на ноябрь Это перенести Потому что там очень-очень сильно пригодится Это Есть возможность Выиграть Выиграть Призовую Какую-нибудь Если топ-1 Займут Вот Какой-нибудь шоу-матч Может даже запилю Начать Призовую Но топ-1 Будет Тяжело Привет Привет Найт-86 1986 Так Возвращается Оракул Сюда Товаром увлажнитель Телефон Мне Между прочим Человек Присывал Просто Сяом Этот Так Летает Что-то Сюда Сюда Оракул Он пытается Контроль Здесь Бэйлинг-дроп Пошел Рабочих Что-то там Фениксом Поднимается Фатонку Всегда По этому направлению Вот сюда Пилим И уже тяжелее залетать И здесь Фатонку Но лучше даже подальше Вот сюда Выносить Чтоб овер уже на подступе Когда подлетал Сразу дэмэдж Начал получать Смотрите Прилетели бэйлинги Ничего не учит Юниты здесь не висит Апсервера не висит Никакого не контролят И Фатонки нету Фатонка время выигрывает Она конечно не спасает Этот бэйлинг-дроп Хоть и целиком и полностью Но время выигрывает Хорошо Так Здесь у нас шторм Через 5 секунд Сколько будет Никто решил Что надо отменить Здесь Какой-то Врыв был Непонятный Дворога работает Все правильно Сам здесь делает А вот феникс обовесил Ну вот если так юнит висит Хотя бы Вот То тогда можно Можно и построить И чьи Фатонку И не строить В принципе Так еще надежнее будет Ну на такой стадии Конечно 150 минералов Не то что там Сильно зарешает Ну как бы Если четко очень играть Можно вложить более Да как бы Грамотно Чем Фатонку Так Здесь новые линги Бэйлинги Здесь линги Забегают Сан тут в этом направлении Зилками идет Они на лингов прыгают Нормально им больно делают Но если они в такую кучу пойдут Сейчас им больно станет Уйди Уйди Куда ты прыгаешь Все Один бэйлинг остался Сплетанул Ужилков По факту Потом немножечко Что будет в ноябре Конкурс треймеров Я же говорил Уже Скидывал С призовыми 325 тысяч рублей 150 тысяч Первое место 102 75 Третье Какие то Железо Еще какое то Ну и за другие места Последующие Тоже И Премиум И Также еще 100% Дохода На год Будут отдаваться Короче много Ништяков Вот Так что Надо брать Так Пауэр слэп Я на дутых кожаных Особо не сидел Но на этом Мне все устраивает Вполне Конечно Здесь забегание Лингов идет По крайней мере На нем Все проведем Верчажи Выставляет У нас Санпан Крывается Лингами Дальше Здесь две королевы Вперед идут На них сагрились сделки Как моментально Они просто Уничтожили Сейчас Здесь уже есть Ультралы первые Миксы Надо отводить Сделков Штормы Пошли по всем направлениям Но часть Беллингов дошло И штормы Не подрешали Линги все окружают Фаербулы Банк разваливает Сана Но не полностью Разваливает Куда ты стреляешь По ультралу Конечно надо стрелять По ультралу стреляет Ультрала Отвуху Здесь Зилков Берет идет вперед Даже Саксилнаги Того надо брать Несмотря на то что вроде как Развалился у нас Сан тем не менее Ааа Он и развалился Он экономику свою Просрал сейчас Вот в чем проблема Так Пытается здесь уйти Три атаки Есть Пытается нагнать Нужно разложить Призму И доварить еще Зилков И подраться Спокойно И продолжать Прессовать нам На самом деле Было бы Хотя С другой стороны Смотрите У просто 4 некуса Выжило То есть нужно ему Просто восстановить Добычу на Третьей На четвертой базе Просто заказывать По 4 пробки Сейчас И моментально Экономика Поднимется На самом деле Ух 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 Он просто не успевает Поставить Поставить Здесь заблудился В всю армии На халяву Просто линги Нексус убивать Ну что за контроль То ужасный такой Все Нексус на халяву отдал Но боевой Одинаковый Циан Цу должен быть быть. Ну Циан Цу, кстати, мы еще на лайфенге успеем скорее всего, потому что он только с панком начал сейчас биться. И какая-то долгая у него игра получается. Ну я говорю, в этом конкурсе будет решать ваша очень поддержка сильно. Принимаем поддержку, чтобы смотрели. Поэтому на всех рассчитываю, естественно, в ноябре. Хоть повод какой-то есть и не так просто, типа так, один Проб Зерк минусует проб, то просто тем временем идёт вперёд, 4 эморкла, 2 архуна, сделки, есть шторм, но блин, ультралов, мне кажется, будут не оббить просто сейчас. Даркшайн забили, он не успеет доделать этот Даркшайн, в общем, проблема большая рубинка включается. Да, а здесь 2 эморкла откуда возникнут? Взять, когда у Зерка ультралы, просто взять и 2 эморкла отдать, вот так вот. Хотя не, один красный, краснющий смог улететь сейчас. Ну, штормониты, ё-моё, вообще не контролят проб, с чем он Данец сейчас, я не знаю. Но он в Размен, кстати, проиграет, у него ни одной пробки с собой не было взято, и поэтому вы видите, что Размен проигрывает просто хлам вообще. То есть он не успеет с Данец по Зерку все убить, а Зерк Данец просто разрывает в Роспуске. Здесь один пилон остался, и здесь пилон. Всё. Ну вот надо иметь голову просто на плечах, а не кочерыжку, ё-моё. И брать с собой рабочую пилон поставить. А-а-а, ребят, здесь я вообще не видел морку, ё-моё. Панк здесь красавский ход делает, кочерыжка. Кочерыжка, не кочерыжка, уже ничего не поможет. Груды прилетели. Чё-то я невнимательный сегодня. Бывает, бывает. Бывает. Продолжение следует... 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 Привет. Привет, Фискук, привет. Звучит интересно. Вот на конкурс скинул кому интересно. Ссылочку. Так, есть Фатун, Капеллон. Смотрите, три одинаково вроде здания строятся, а нет, разные. Ну, нахрена Доршайн ставить на третьей базе непонятно? Вот. Здорово, Акирыч. Может быть, и из других серверсов кто-то придет, непонятно. Ну, Санчик ходит, контролит, что там рядом, пытается выйти в четвертый Нексус, не вот этот вот, а вот. Вот этот. Ну, в этом Нексусе плюс есть. Вот, кто видел, как я ладер играл и зергу проиграл на этой карте. Здесь вот с хайграунда жестко зерг давит там фаербул, а здесь ровная поверхность. Здесь нет преимущества хайграунда, когда ты нападаешь. Это для опроса, безусловно, выгодно. Так, идет вперед панк. Два овертяжа поперло. Фаербулы попер... О, филдам фаербулы. Дарк один режет, недолго резал. Оверсир есть. Можно было попытаться запухотиться с этим оверсиром. Пытается драться здесь Сан. Но пока по лимиту не сильно проседает. Ну, что-то лингов много осталось. Значит, имморталы сейчас упадут, скорее всего. Один тут живой пока. Ну, он сейчас будет уже не живой. Так, отступил назад Сан. Здесь в товар пойдут неплохие. 110, 129. Попытка Нексус все-таки отменить. 4 Даркану. Где выход-то, ема? Вот сейчас Ф2. Видишь, что зеркот шипает? Жмешь Ф2 и сюда клик. Все. И Нексус, возможно, даже успел подбить. Нексус вообще не отменяет. Короче, Сан мертвец какой-то. Решил показать, на самом деле, что... Кто он есть, блин? Так, ну, с пролигой придется смириться, что ее нету. Кого тут уж ничего не поделаешь. Но обещают Каспакап усилить. Касповца. Проводить, значит, на не один сезон, а пару, я не знаю. Так, здесь Дарка можно сныкать, блин. Но он ведет вперед. Ну, емае. Можно было уйти спокойно сюда. Не хватает контроля ЦАН. У меня такое ощущение складывается. У него 216 ПМ. Какой-то маленький, а поем у него... Хотя некоторые с таким умудряются круто играть. 103, 4, 159. Лимит опроутся поменьше, чем Зерга, но плюс 2 грейды. А тут только Коготь милишный, то есть реваджеры грейдов не имеют. Да, здесь Вейны находятся на дальнюю базу. Сталкеры скатились. 2 сталкера там пилом погибли. Сейчас ничего страшного. Призма летит вперед. Призма сейчас сразу будет уничтожена. Ну, что значит, просто не нужно. Куда вот она летела? Смотрите, армия идет сюда, а Призма в другом направлении летит. Подхарасить хотел. Ну, все, подхарасил. Призму потерял, блин. 140, 155. Полиумеет, то хорошо. Вот такой армией не надо бегать за муталисками. Ни в коем случае гоняться. Такой армией нужно идти вперед. Опять четвертый некст. И опять четвертый некст. Блин, какой процесс, а? Так, нексту добил. Нужно идти проатаковать. Он бегает и бегает. И бегает, и бегает. И бегает, и бегает. Ну, муталиски тут. А этот что, погибло? Еще одна Призма. Еще одна. Третья сюда на точке сбора летит. Да ты конченый, что ли, блин. Куда ты летишь-то? Это ш ужас какой-то. Так, на мейн залетает мутка. Мутки много. 17 штук. Быстро пионы еще будут падать. И он все равно гоняется за мутой. Просто. Просто. Урубайте голову. Если вас мутой разводят, нужно идти в атаку. Тем более, в такой ситуации, в какой-то игре было, когда отбивался. Бэйлингов нет. Ни хрена нет. Идеальный. Сейчас тайминг для выхода. Зерк сливает. Просто все нахрен. Ресурсов мало. Ну, хотя здесь контр-харас идет дарками. Ну, хотя бы вот дарками там или чем-то что-то делать. Но сейчас неэффективно просто именно на контр-харас играть. Здесь грейды в плюсе. Здесь надо атаковать было. Талкерами не блинкается. Почему-то просто. Вот сейчас только блинканулся. Вот четыре реводжера забрал. В размен зерк пытается пойти. Здесь есть четыре оверчажа. Это много. Плюс две потонки. Надо выставлять оверчажа. Ничего не делая сейчас. А? Вот два, три, четыре. Пошло хорош. Оверчажи наваливают. Будь добр. Просто муталиски падают. Две штучки уж точно погибли. Я видел сейчас только что. На второй базе есть стеночка. Ну, стеночка недолго будет здесь существовать, к сожалению. Стеночка упадет. Нужно варпить что-то. Вот сюда нужно дарков варпануть. Просто штучек шесть и три архона съесть. Весу соприсутствуют. И ты пока есть. Ничего не варпится. Дзерга сейчас соплайблот будет. Прямо сейчас причем. Можно отвезти группу юнитов назад, чтобы прикрыть свои базы. Здесь вполне достаточно того, что есть, чтобы убивать, да, как бы. Наконец-то сообразил Цианн, что можно просто отвезти архона в пару суток и все, ни хрена будет не сделать. Так, здесь грудлинг их, он не убивает. Дарков их не убили. Плеска доделывает. Здесь выпиливает мута. Все, 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 что может выпилить. На плеску там длинг их выбивает. Легкие пробочки есть. Ну, здесь что происходит? Шпиль доделывает. Дарков слил на брулиндер. Ну, емано. Ну, вот это нормально вообще в размены гать. Дарков на брулиндер гать. Мей наставил, не трогает и базу выбивать не идет. Ну, что за бред? Наконец-то мейн пошел выбивать. Вот это соображал. Соображал-то долго. Соображал, так соображал. Здесь что-то пробки все еще стоят, ничего не делают. Ну, постойте, около гитов, как его прикрывает. Емано. На мейне архоны здесь. Брулинг тоже вылезли. Гроны падают все. Коверы пытаются уйти. Несколько из них не уходит. Призма сливается на скорбке. Отведи ты чертову Призму. Чертую Призму отводит. Четыре, все, там падает везде. Здесь отошло. Все назад, в общем-то, к негу. Это победа для пробки. У Зерга углок не пробить. И у него нет экономики. Вот что главное. Самое вопросу больше, что у Зерга осталось. Так, грулинги на архоны выходят. Здесь догорят. Тут газ нужно минуснуть, и все. Что и делается, а? Этот пунт логорит, конечно, на бискрип. Он дохнет сейчас, в ближайшее время. Так, здесь два сталкера поставились, опять же, зачем-то. Хата у Зерга есть. Прокси тут добывается. Здесь надо оставить просто три архона и несколько сталкеров. Остальное, ну и штук 10 сталкеров. Остальных взять просто 15 и пару архонов с собой самостоятельно. Все. Взял все, отвел. Некто свой оставил. Отменяй тогда, е-мое. Меняет. Панк-каразон. Кретин. Он здесь здание не заказал. Либо ему сейчас грызли. Я не понял, что конкретно произошло. Он отменил Нексуса, а новый не заказал. Походу, это такой фейл был. Я не понял, как это произошло. Я нарBY tenho. Успей. Он здесь много. Это замечательный. Я ледусь девушка. Я ледусь джevил. Я ледусь ему. Субтитры сделал DimaTorzok Он новый Nexus не заказал Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот немецкий стример выдвигает предположение 3-2-2 здесь вообще как бы Так Короче по конкурсу Кто смотрел ссылку там гигабайтов призов не будет Будут призы от Lenovo какие-то возможно Так что инфа не окончательная Ну по призовым так и будет Короче ситуация какая в игре была У него был Nexus пилон вот там вот куда зерк наломился Он собирался поставить Nexus ниже там Но он Nexus не поставил еще Пилон падал А тому Nexus он Escape нажал То есть он нажал кнопку проиграть сам себе Просто потому что не запилил новое здание Ну как этого могло произойти Ведь он ну успевать должен Обязан был успевать просто Это же печали вообще Ксиук поактивировал премиум на ваш канал Спасибо полюблю пи Ааа все понял Вот DarkHav 87 Откуда ты это видел я не знаю Ну типа кучу пробок послал На минералы А ну когда пробки едут на минералы И ты здание ставишь А они там как пока разъедутся Это время проходит То есть и это печаль полная Вообще когда такое происходит Такое бывает да И видимо сейчас то это как раз и произошло Ну в такой ситуации нужно Предельно внимательным быть То есть у тебя последние здания Остаются за PLI пилон Ё-моё Просто пилон А потом Nexus успеешь поставить Все Он в итоге законтролился Ничего не успел поставить Это не 3-2-2 Это называется Раз-два-три Алеша Гейминг Приди Вот как это называется Ну и здесь соло робил Просто идет Будет сгрызалить И все Может 3-2-2 Даже не знаю Сан 1-13 На кибетике Панк 4-0-5 Дом трубу Шатал Вот си и панк Ну панк кстати удивил Недавно и панк Ну надо отдать должную панку Он тоже неплохо достаточно играет Тут больше кишка сяки Без мазеркора бил Аплодисменты просто Аплодисменты блин Альтернативно одаренным Ё-моё На этой карте Где постоянно делает этот билд Играть без мазеркора Пошел ты В писю просто Что происходит вообще ребят Это 3-0 Это домой Сан идет Глузера Падает Просто и все Ну молодец Мазеркор построил Просто царь вообще Просто царь Сейчас 50 лингов И забояться Его просто заролится Время Если больше не утипать Будет Заролится Игрэ 3-0 Просто панк Разваливает В калищику В калищику В калищику Это хлопна Пор В калищику Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 давит вообще-то сгрыз хату оппоненту пытается тут выдержать как-то это силки по моему но он не выдерживает уже это факт и ггнчик мы в игру идем короче ребят так погодите я вам не переключил что ли я вам походу не переключил захват что ли не тот поставил ну забить там завоза там неинтересно было тогда если так так ну там су 2 0 я так понимаю сил к этого су-сан так с ангриде с до 10 фасу для су-сан в общем то а погодите с кем он играл то ли силки то ли брейкинг это еще брейкингг есть это наверно брейкингг скорее всего мог быть даже ну посмотрим циану надо нормально сыграть хотел циана и так 4-0 принципе а су уже два их развалил и последнее завоза будет формальности в любом случае сан и су скорее всего уже вышли да это уже факт тут как бы ничего не поменять лишь силки слил двум как бы там по 2-0 оба идут просто вот это матч за первое место фактически но циан уже 1-0 проигрывает при этом за цар так хочу у нас по времени 16.00 фактически сейчас так ну сейчас мы посмотрим это бы 5 а ну там алима лига паре стримлю то а чё делать то еще какая там стадия сейчас я гляну ребят подождите секундочку стас бьян ооо там ориенков финал ждет а все нормально с экраном было отлично все спасибо за инфу иначе я просто переключал как-то быстро и сам ни хрена не понял посмотрим здесь если су победит как бы то тогда одно завоза там фактически останется и можно будет али мали его посмотреть спокойно некоторое время и потом сыграть чуточка фп и ждать уже варди капа вот который будет в 18.00 проходить привет кейвмен кибернетка цена пошла ну цианчику хотя бы карту взять здесь ну хотя если погодите сейчас какой у нас усу-4-1 короче говоря ну да усу-4-1 если он и сам проиграет 1-2 то тогда у него будет погодите а у него будет 5-2 а вот там будет 6-2 ну очевидно да и вот там будет 3-0 а здесь будет 2-1 короче да как бы в общем то что при любом раскладе с любым счетом кто выиграет тот первое место в группе займет ну это как и фигня да все главное достойную игру показать старгейт ставят у нас достроятся еще адептики так ну я там сам что-то не искнул заходить здесь муковером делать с уху Загалочки, что это такое, не знаю. Блин, у китайцев, кстати, я смотрю, что поддержка киберспорта просто громадная. Там вот эти все турниры, почему бы китайцам просто не выпили, не взять всех корейцев, например, запринять какую-нибудь китайскую пролигу, взять этих комментаторов, блин, и... Китайцы что-то так пикнут. Не понял, алима лига... Нет, алима лига совсем другой турнир, лайфхенд попризовываем гораздо более крутой турнир. Сравнил я, может... Алима лига 130 баксов и 70, как бы, да? Вот, ну там есть финалы месяца, а здесь больше, чем раз в месяц проходят туры, где есть отборочные, где есть группы. Ну тут 1400 баксов, 402-е, и 3,34-е по 2 сотки, как бы. То есть тут, ну, реально крутой призовой. Для онлайн-турниров. Оп! Так, в клайн там ничего не играет, просто может вебка там какая-нибудь стоит где-нибудь. Так, в клайн там ничего не играет. Ну что, прилетел, тут похорасил, иначе, пацан, 3 дрона убил. Ну тут надо вот наоборот залетать. А, ну если сюда залетать, здесь королеву встретить. Приходится под споркой что-то делать. Как-то надёжнее выглядит его. Хотя с этим, вы поняли, с панком тоже он, как бы, вроде на средней стадии так чётко отыгрывал. Так, залетает оверсир, реакция хорошая. Куда оверсир, оверворд полетел. Так, здесь пробок тоже надо отводить. Фениксы прилетают. Фениксы, пробок отводи, пробки отводи, ижи ты. 4 пробки минуснулось, всё. Ну это фигня, 4 пробки. Ну, как-то просел, 150 или 65, надо восстанавливать рабочих. Гейтов, кстати, много, здесь 8 штук. 10 штук, опа, это 10 гейтов. Плюс фениксы, плюс адепты. То есть это пуш будет здесь, от САН абсолютно очевидный. Ну ты идёшь и к сил нагу не контролишь, ё-моё. Фениксы, фениксы, фениксы адепты здесь пуш. Задача фениксов поднять бейнов. Ни что-то там, ни гидру никакую, ни что-то там ещё. А именно бейлингов поднять надо фениксов. Да какие королевы бейлингов поднимать? Тормоз, ё-моё. Место бейлингов королев поднимает. Какой же он... Ну адепт что-то много зашло всё равно. Королевы поднимают, какая энергия появляется новая. Бейлинги на муве. Вот реально, там группа такая. Вот первый... Всегда в Старкрафте важен первый контакт, первый бой. Если много армии осталось, то успешное продолжение скорее всего будет. Потому что да, варп есть, там всё есть. Но, но. Вместо того, чтобы поднять нормально бейнов, просто поднимает королеву первую. Зачем-то и бейнов вообще не поднималось. Так, да, варп ещё адепт пойдёт. Адептура просто разваливает. Здесь надо загружаться сплита, вообще нет. Ну вот с таким контролем. Макро у Сана хорошее, билды неплохие, но контроль просто ни о чём. Просто ни о чём. Я смотрю и... Смотрю и меня бесит. По-другому и не скажешь просто. Ну вот что вот это было? Ну неужели ты не понимаешь, что там бейны будут? Да разведи ты их по одному в разные стороны. Вот последний момент, даже после всех вот этих ошибок во всех замесах, вот этот последний варп, вы видели? Здесь только одни линги были и пару караэфа. Ещё 4 феникса летало, пусть и полудох их. Но адептов-то с 10 гейтов ты варпишь. Просто сплетани здесь адепт, чтобы бейлинги не сразу 6-7 взорвали, а чтобы они 2-3 взорвали. А останется больше адептов, и всё, пуш будет успешный. Но ни хрена, нет, зачем так делать, когда можно всё слить в хлам просто. Так, ещё до варп пошёл. Ещё десятка адептов идёт. До сих пор, смотрите, какой заварп гигантский, что прям, ну... Ну тут миллиард бейнов, просто миллиард всего. А адепты не сплетятся нифига, кучу всё телепортируется. Так, до гидры, правда, часть адептов достаёт, смотрите. Пукуса гидры нет, это плохо. Да, варп, ещё адептов зелков, ресурсы, да не бесконечные здесь, естественно. Ну, призма где-то вдалеке стоит, ну, как бы... Не, я требую от корейца, чтобы он там, как китайцы, какую-нибудь стат сыграл резко, но... По-другому и нет, чтобы суб выиграть, так и надо играть, на самом деле. Так, ещё зелки, ещё... Нет, ещё просто адепты без зелков. Сплит, а нет, всё в куче будет. Такой жёсткой. Пока сплитится, там 20 бейлингов мопится. Это жесть какая-то вообще. Ну вот, вот такой сплит должен был быть, ну, даже не такой, а ещё лучше. Потому что здесь всё равно много, куча стоит. При первом прыге. Так я могу сплитануться без тренировок. Если ты тренишься, нужно уметь сплититься лучше, чем сейчас сплитился САН, соответственно. Привет, Дарк ЗВ. Это Life and Cup уже, стрим переименован. Ну вот, я рекомендовал он. Всё, группа закрылась. Брейкинг, силки не стали играть вообще. По решению, не доигрывай. Выходим, смотрим, чёрт побери, алим алигу. Сейчас я делаю стоп-старт и без задержки к вам возвращаюсь. То есть е overdравь. Ох, part�, urnise погружать. Алим алим алим. Продолжение следует...